Привет. Тебе лучше присесть. У меня для тебя новости. Неделю назад Берни пропал в снегах Арктики. Да, я понимаю. Я сама только что обо всём узнала. Судя по всему, наш блистательный совет директоров решил, что пока его ищут, лучше держать всё в тайне. Несколько дней назад поиски прекратились. Правда, его так и не нашли. Так что его официально признали погибшим. И всё ради чего? Чтобы пустить с молока все его зоопарки. Продали абсолютно всё. От трубка зубов до зебр. Они даже не стали ждать, пока его дочь Эмма вернётся из-за границы. Так сильно хотели получить свои деньги. Всю компанию купил скользкий владелец одного из хедж-фондов, Доминик Майерс. Попомни мои слова. Зоопарки ему нужны только, чтобы хоть как-то поправить свою никудышную репутацию. Теперь он твой новый босс. Но не мой. Меня он уволил. Желаю удачи. Я знаю, ты сделаешь всё, что в твоих силах, чтобы защитить животных. Ага, а вот и ты. Сразу хочу сказать, мне очень жаль, что мы встретились при таких печальных обстоятельствах. Я глубоко уважал этого, как его, Бенджамина. Ах, да, Бернарда. Может, тебе неизвестно, но мы с ним были близкими друзьями. Для меня будет честью продолжить дело всей его жизни. Давать людям возможность платить мне за то, чтобы увидеть животных. Я понимаю, что ты всё ещё горюешь о Бернарде. Надеюсь, это поднимет тебе настроение. Отныне ты старший управляющий. Эта должность подразумевает большую ответственность, но зарплата останется прежней. Кстати, я купил новый зоопарк. Им ты и будешь управлять. Парк требует кое-какого ремонта, но ты наверняка справишься с этим. Обязанности у тебя будут простые. Животные должны быть довольны, а эти наглые протестующие убраться подальше. Надо расширить зоопарк, заполучить в него гризли и амурского тигра, а главное сделать так, чтобы он приносил кучу денег. Потом надо будет пройти инспекцию совсем лёгкую. В общем, не работа, а сплошной отдых. Ах да, ещё надо изучить каких-то медведей или вроде того. Я уже не помню подробностей. Вот так повезло нам. Привет, ребята, добро пожаловать в Planet Zoo. Итак, как вы слышали, случилась беда. И теперь вот этот скользкий тип Доминик будет нами управлять. Вы понимаете, вот это вот создание, которое мне начало тут рассказывать, что ему надо больше денег, какие-то там медведи, пожалуйста, что-нибудь там поделай. Фу, мерзкий, согласитесь, мерзкий. В общем, мы начинаем новый сценарий, который называется Озёрный остров Майерса. Я пока не знаю, когда мы приступим к созданию моего личного зоопарка, потому что важный сигнал... Да-да-да-да, подождите, мы сейчас на паузе. 22 уведомления. Мне становится немножко страшно. В общем, я пока не знаю, когда мы приступим к созданию моего личного зоопарка. Может быть, после этого зоопарка... Может быть, мы все зоопарки пройдём, потому что как бы это у нас... Я не могу сказать, что это, конечно, прямо вот всё это идёт как обучение, но мы чему-то учимся в каждом зоопарке. Поэтому посмотрим. Вы напишите, ребятки, в комментариях, как вы хотите вот после этого зоопарка увидеть мой личный. Или же, может быть, после того, как мы ещё какие-нибудь пройдём интересные сценарии. Итак, давайте смотреть, что у нас тут нужно сделать. На бронзу. Прибыль 15 тысяч долларов. Пока что у нас ноль прибыли. Должно быть сколько? Полторы тысячи. А тут у нас, ну, тысяча девяносто пять. Ладно, нормально. Не полторы, тысяча сто пятьдесят. Но это неплохо. Согласитесь, это не так уж много. Избавьтесь от протестующих. Серебро. Ладно, пока что, я думаю, к серебру мы даже заглядывать не будем. Значит, давайте пробежимся по животным. Ху из ху у нас здесь. Я хочу так осмотреться. У нас тут есть обезьянки. О, они у нас уже недовольны. Я вижу, что они очень недовольны. Мы сейчас будем заниматься вольерами. Черепашечки. Смотрите, у нас есть... Так, дай мне более яркую черепашечка. Смотрите, какая няшная, хорошая черепашечка. Привет, моя хорошая. Вредная. Согласитесь, этот Доминик такой противный дядька. Не переживайте, черепашки, мы вас спасём. Так, кто у нас тут есть ещё? Мы, конечно, можем за списки зоопарков посмотреть. Но хочется посмотреть на самих животных. О, у нас есть симпатяшные антилопы, которые тоже выглядят не очень довольными. Ну да. Уже видно. Значит, нам нужны будут разработки. Важный сигнал. Слушайте, по-моему, впервые в жизни у нас вот прям здесь разместили важный сигнал. То есть у нас никогда в центре экрана ничего не загоралось. Смотрите, какая зеброчка. Ну, зеброчки, зербочки у нас уже были в том сценарии. Так, что у нас тут есть ещё? У нас есть жирафы. Вот такой вот няшный жирафёнок. Или это уже большой жираф? Сейчас разберёмся. Тоже недоволен. У него нет никаких игрушек интересных. И что у нас тут? Тут у нас получается просто вход. То есть, значит, заходят они отсюда. И у нас пока что есть вот такой вот маленький кусочек. В идеале нам бы вот сюда расшириться. Нам тут как бы даже намекают, что можно пойти сюда. Но мне нравится ещё вот этот кусок. Я бы сюда тоже хотела бы попасть. Да и сюда можно расширяться. В общем, места полно. Но денег у нас 31 тысяча. И как-то, ну, совсем мало. У нас, по-моему, кто-то ещё здесь. Да, вот тут я вижу, у нас есть мясо. И кто у нас здесь? Ты кто? Почему тут так любят вот этих всех гиен? Я не очень, честно говоря, понимаю. Я вот тигра понимаю. Нам сказали, надо будет тигра открыть, а гиены. Ну, как говорится, каждому своё. Это у нас кто? Это у нас бородавочник. Привет, Пумба. А где твой Тимон? Куда ты Тимона делал? Окей, у нас есть... Ну, а, всё, отдаляемся. Значит, раз, два. Я хочу сейчас пока что прийти к какому-то общему числу наших животных, если можно так сказать. Значит, у нас раз, два. Это у нас тоже вольер? Ага, вот у нас тут черепашки. Здесь у нас... Это кто? А, эти обезьянки. И у нас тут ещё кто-то есть. И ещё у нас... Ой, это эти... Как вы там называетесь? А ну-ка. Трубкозубы. Хорошо. Значит, у нас тут три вольера. Здесь два. И ещё здесь два вольера. Ну, а, ещё здесь вольер. Тихо-то. У нас тут много вольеров. Значит, давайте разбираться по очереди. Животное находится не в идеальных условиях. Дровосек Титан. А где ты у нас? Вот это у нас дровосек Титан. Хорошо. Давай смотреть. Значит, благополучие у него такое себе. Ну, наверное, ему, во-первых, очень скучно самому. Здесь у него вроде бы всё включено. Всё включено. All inclusive. Я бы добавила какие-нибудь ещё растения. Ну, вы знаете, у нас животные любят, когда получше. У них так посимпатичнее. Значит, температура. Ему холодно. Давай повышать. Как у нас тут? Давай посмотрим. Температура получше. Да и влажность такая себе. Надо чуть повыше сделать. Ну, всё. Тут получше, да? Вольер. Сейчас вернёмся. Недостаточный размер. О, недостаточный размер вольера. Вот, смотрите. Мы его немножко теплее, немножко влажнее. Влажнее. Короче, влажность увеличили. И всё. Блин, посмотрите, сколько народу. Зербочки. Зербочкам места мало. И это меня, конечно, нифига не радует. Слушайте, они... А, они не рядом живут. Так, буду драться из-за нехватки места. Как бы нам с вами его сейчас расширить? Но нам, понимаете, пока что расширяться-то и некуда. Нам либо нужно просто сделать больше вольер. Ну, будем сейчас думать. Драться, драться. Саванная зебра. Животное находится в ниде. Парагвайская анаконда. Так, парагвайская анакондочка моя хорошая. Что у тебя не так? Давай смотреть. Значит, ему жарко. Давай понижать. Будем потихонечку. Ну, ему недостаточно влажности. Давай вот как-то так хотя бы поставим. О, все. Вроде бы перфект. У него вроде бы настроили. Сейчас будем потихоньку все здесь делать. Как видите, так. Ну, хорошо. Давай посмотрим, что здесь. В вашем зоопарке нет охраны. Некому бороться с преступностью. Хорошо. Давай наймем охранника. Какой-то у нас, знаете, вроде классный зоопарк внешний выглядит. Но, блин. Какая-то полная дичь. Я предлагаю взять двух охранников. Мне кажется, что два охранника, ну, как минимум для начала, будет окей. Так-с, значит, что еще нам нужно? Что у нас такое? Вам нужна мастерская. Так, давайте смотреть, где мы можем ее разместить, чтобы они не особо... Ну, наша мастерская не особо раздражала наших посетителей. Так-с, нужды посетителей. Ох, вы посмотрите, сколько их много. Удовлетворенность персонала, постройки. А-а-а-а... Так-с, где у нас вообще вольеры и благополучие животных? Животные вообще у нас просто в шоке. А кто у нас здесь? У нас здесь слон... Слоники еще есть? Обалдеть. У нас тут еще, оказывается, слоники. Постройки отрицательные... Вот, отрицательное влияние на посетителей. Тут все отрицательно влияет. Кто здесь? Это что? А-а-а, это митингующие. Обалдеть, они все какие-то очень недовольные. Хорошо, смотрите, здесь я не очень хочу размещать. Можно было бы, конечно, где-то вот здесь. Чисто в теории, там, где нет людей. Так, выключаем эту всю панель. Мастерская, мастерская, мастерская. Слушайте, а может быть, вот этот как раз кусок и выделим под рабочую зону? Смотрите, тут как раз дорожка у нас... Мы можем здесь сделать дорожку для персонала. То есть, как бы здесь дальше уже проходить. Хотя, смотрите, тут тоже как бы можно совместить. И тут было бы интересно. Хм, мы можем здесь проложить сюда дорогу, и было бы неплохо. Либо же, либо, 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 либо сюда. Вот, смотрите-ка, у нас тут есть тропинка, дорожка. Мы можем здесь разместить, и, в принципе, будет неплохо. У нас хоть какая-то будет зона рабочая, что-то такое. Так, ну давай вот здесь мастерскую поставим. Значит, мне нужны дорожки. Мне нужны дорожки для очереди, для нашего персонала. Сколько у нас тут получается? Четыре мало? Ну, давайте пошире. Так, как еще шире. Оп. Вот, давайте вот такую дорожку сделаем. Здесь, наверное, будет вообще зона для персонала. То есть, мы... В смысле, ты не хочешь наверх как-то подняться, дорожка моя дорогая? А почему он у нас слишком неровный участок? Вот это мне не очень нравится. Когда у нас такие вот эти неровные участки... А ну-ка, может быть, мы отсюда как-то сможем вывести? Во! О, супер! Перфект! Наконец-то! Иногда, конечно, напрягает, что они у нас размещаются, не размещаются. Значит, предлагаю перейти в объекты. Надо хоть какой-нибудь, знаете, ну... Хоть какой-нибудь... Точнее, это же не объекты, а строительство. Нужно как-то украсть это здание. Значит, оно у нас... Так, с крышей пол. Навесы и витрины. Нет, это нас не интересует, украшение стен. Давайте всеобщее посмотрим. Что у нас тут есть такое интересное? Небольшая мастерская есть уже у нашего зоопарка. Я решила ее действительно здесь оставить. Здесь можно разместить также будет еще одну комнату для отдыха. Ну, то есть, сделать, знаете, такой вот островок для наших... Для нашего персонала. Ну что, давай смотреть. Значит, проблема у нашего трубкозуба, у зебры... И у зебры, собственно, недостаточный размер. Слушайте, а может быть, где у нас живет зебра? Может быть, нам вообще здесь расширить для зебры? Нашу... У нас что, получается только одна антилопа? Ну, я понимаю, что это круто, что у антилопы есть отдель. Давайте здесь для антилопы сделаем вольер. Значит, что нам нужно? Нам нужна кирпичная стена. Какой высоты? Нам, я думаю, что, ну, сколько метра? Два с половиной нам точно хватит. Поэтому давайте перейдем вот сюда. Возьмем деревянный вольер. Точнее, начнем с барьеров. Вот такой вот у нас будет вольеришка. Как думаете, подойдет? Я думаю, что подойдет. По крайней мере, мы можем сделать его не очень большим. Так, вот сюда пойдет. Такс, оп, оп. Вот здесь будет вдоль. Такс. Можно сделать вот сюда, наверное, завернем немножечко, чтобы посетители могли подходить и смотреть на нашего питомца. Такс. Предлагаю вот здесь, наверное, вот так разместить. Видите, нам тут как бы отмечают вот этими... Так, вот здесь размещаем. Значит, нам тут отмечают, как бы намекают, где можно сделать дорожки, где их можно размещать. Поэтому можно будет потом здесь, кстати, сделать либо тут проход, либо здесь будет подход к этим животным и с этой стороны. Мы можем стальную сетку. Прочность 4. Можно залезть. Но как бы, насколько я знаю, у нас никто не лазит из наших зебр и прочих. Поэтому давайте вот так вот стальную сетку. Кстати, у этих стальная сетка или что? У нас есть еще сетка вот эта. Можно залезть, не удерживает. По-моему, у них как раз вот это, да? Давай посмотрим. Ну, я так понимаю, что да. Угу, мы ее заменить не можем. Такс. Что нам еще... Давай вообще посмотрим, кто это у нас такой, что ему вообще нужно. Ты у нас кто? Во-первых, мы тебя можем переместить. Мы тебя будем перемещать, перемещать. А, мы тебя пока не можем переместить, потому что, да, не допустим. И у нас пока что некуда перемещать. Значит, это у нас ньяла, да? Ньяла, 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 ньяла. Почапали. Подожди, давай сначала, наверное, вход все-таки сделаем. А то как-то строим одно, потом другое. Ворота вольера. Давай-ка здесь, наверное, разместим их. Нет, здесь нельзя что... А можно. Так, для персонала. Нам нужна дорожка, раз мы делаем... Тихо. Надо делать поуже. А можно... Блин, вот мне... Я бы здесь как-то подключила проход. Да. Вот почти ж получился. Ну, давай. Вот смотри, в чем проблема. О. Вот. То есть, как бы здесь подходит персонал и могут посмотреть все, что у нас здесь, да, как. Деревянная, да? Только не в ту сторону у нас направляется. Смотрите, как мы сделаем. Мы с вами, как обычно, здесь... Спасибо. Это мы удаляем. Блин, а тут нельзя такой, да? Я же хотела хитрый... Этот самый сделать. Хитрый крендель. Нет, нельзя. Ну, можем тогда сделать вот сюда подход. Вот люди могут сюда подойти, посмотреть. И вот сюда, например. Все. Да все, хватит уже, хватит рисовать. Все. Сделали. Ну, вроде как несколько таких вот. Видите, можно здесь подойти, посмотреть. Можно тут встать, посмотреть. Несколько для пожертвований разместим. Здесь будет переноситься наша ньялу. Так, теперь мы посмотрим, что у нас вообще есть в этом... Нашим, так, свойствам и фильтры вид. Что у нас есть для нашей ньялу? Такс, где-то у нас тут ньяла. Ну, в принципе, хоть что-то, да у нас и есть. Маленькая кормушка-бочка. Я предлагаю добавить все-таки, блин, 29 тысяч нагреватель. Давайте вот парочку декоров таких есть. Корыта с водой маленькая. Мы видели, что было у нашей антилопы. Такое вот корыто. Хотя, наверное, мы не будем жаловаться. Для еды, наверное, среднее разместим. Точнее, жаловаться. Чего жаловаться? Мы не будем жадничать. У нас есть корыто для еды. Нет, среднее не хочу. Давай большое. Я же все-таки больше хочу. Колонка для воды или же корыто? Давайте с колонкой разместим. Я же хочу еще здесь завести животных. Поэтому мы с вами такими жадинами точно не должны быть. Игрушки. Обязательно должны быть игрушки для наших питомцев. Ну и давайте пока что, наверное, поставим один этот самый металлический. Мне не очень нравится металлический. Мне деревянное как-то кажется для антилоп получше будет. Я вот думаю, какого размера разместить. Ну, в принципе, у того, у той одной антилопы была одна такая вот большая будка. Поэтому давайте, может быть, пока поставим вот такую. А там дальше будем уже, конечно, смотреть. Ну что, пока что базовая есть. Мы сейчас еще с вами должны будем наших, нашу антилопу так берем, переместить. И мы просто, понимаете, сейчас разрушим этот забор. И нашей зебрю будет гораздо больше... Все, поехали, переезжаем. И им просто будет гораздо больше места. Ну, то есть оно увеличится. Инспектор через 22 месяца. Да пошли вы! Меня бесит этот щел. Так, здесь у нас есть место для сна. А кто у нас тут, кстати, спит? Это, по-моему, для жирафов, да? Ну, у жирафов, честно говоря, я не могу понять, какая проблема. Достаточно большое пространство. Так, забрали. Все. Все, забираем. Прекрасно. Теперь мы с вами скоро спаримся, мандрил. Хорошо. Теперь мы с вами что можем сделать? Теперь мы можем это все удалить. Так, давай выберем вот так вот. И теперь мы удаляем этот вольер. То есть, как вы видите, у наших зербочек есть теперь место гораздо больше. Мы можем продать, наверное, одну вот эту поилку. В принципе, продаем, убираем. Ну и, мне кажется, нормально. Что нужно еще нашим зеброчкам? Давайте смотреть. Ооо. Так, социальное плохо. Вольер плохо. Все плохо. Надземное пространство. Вот, то, что я говорила. Места маловато. Вообще, в идеале, наверное, их переселить на отдельный остров. Но здесь, смотрите, у них вроде все гуд. Здесь тоже. Обогащение среды. А что у нас вообще есть для зебр? Я боюсь, что мы сейчас будем давать нашим, наверное, этим самым ветеринарам пусть занимаются зебрами. Так, где наша зебра? Зебра-зебра. Вот, саванная зебра. Смотрите, у них нет чесалок. Вот тут чесалочку. Ну, я думаю, что пока что одной хватит чесалки. Ну, и давайте одну бочку разместим. Им это все обычно нравится, поэтому... Че уж так-то? Две бочечки. Такс. Значит, что у них еще не так? Мне кажется, что... Так, животное серьезное с социальным благополучием. А у нас вообще как здесь? У нас две девочки или у нас есть, я вижу... Мне кажется, что у нас девочка и мальчик. Такс. Взрослые особи. Мало взрослых особей. Ага. То есть нам бы в идеале завести еще одну зебру. Такс. Девочка. Мальчик. Э, подождите, это кто чем бросил сейчас? Фу-фу-фу, ребят, надо же поубирать. Я предлагаю сейчас быстренько взять наш зоопарк. У нас есть ветеринарные исследования. Я хочу, чтобы хоть кто... Один ветеринар? Серьезно? Серьезно? Только один ветеринар? Да ладно, блин. Это что за издевательство? Нам нужно еще... То есть у нас смотрителей пять, три уборщика, но у нас есть только один ветеринар. Зачем-то 19 продавцов. Мне кажется, что чувак реально делает ставку тупо на продажи. Давайте еще хотя бы двух ветеринаров возьмем, потому что это как-то, ну, странно. И я бы того ветеринара, наверное, немножечко повысила. Вот самую малость. Так, где наши ветеринары? Вот они. А где у нас тут двухзвездочный? Давайте я повысим. 27 тысяч. Неплохо. Вольеры были объединены и стали непригодны. А, уперите лишние ворота. Да простите, пожалуйста. А мне кажется, что как раз ворота то, что надо. Ну, будет несколько ворот. Все. Смотрите. Прекрасно. Вам же стало гораздо лучше. Так. Парагвайская анаконда не в идеальных... А что с тобой такое, дорогая моя? Я же тебе только что делала получше. Опять температура? Да, опять ей холодно. Вот сюда, пожалуйста. Ну, температура, красти, расти. Давай, давай, давай. Роберто, порадуй, Роберто. Бубочка моя. Все. Роберто доволен. Смотрите. Вот эти ребята будут драться. Хотя, честно говоря, непонятно почему. Мне кажется, что места у них тут достаточно. Сколько у нас питомцев? Один штук, два штук, три... А, четыре. Для четырех, типа, места маловато. Ну, этих мы двигать никуда не можем. Мы можем максимум... Понимаете, здесь все сносить за это самое... Ну, мне тоже как-то кажется. Давайте пока у нас драки нет, большое количество мусора. Да у нас, конечно, здесь мусора очень много. Почему-то никто не... В вольере слишком грязно. Есть риск возникновения болезни. Я предлагаю тогда сейчас нанять еще одного уборщика. И давайте, наверное, будем всем... Так, продавец, смотритель, уборщик. Надо нашим уборщикам вообще раздать здесь зоны какие-то, раздать зоны. Так, где ты у нас? Вот ты у нас, наверное, получишь входная зона, рабочая зона не выбрана. Давай мы тебе вот... Вот, пожалуйста, занимайся жирафами. Вот, смотри. Вот это твое. И давай, наверное, жирафы и зебры. Все. Перфект. Ну-ка. Нет, комнаты отдыха в рабочей зоне. Что ты говоришь? Ну, тогда смотри. Я тебе вот так еще выделю. И вот это. Все? Тебе понравится такой вариант? Нет, не хочет. Слушайте, ему это не нравится. Ладно, такой вариант. Нет этой самой комнаты отдыха. Ну, чувак, сорян. Я говорила, что мне сейчас надо тут пока первую серию. Мы будем просто разбираться, что здесь вообще происходит. Мне кажется, нашим зебрам как-то не хватает какого-то дерева, что ли. Слишком грязно. Африканский слон. Валерия слишком грязно. Риск возникновения. Что у нас здесь? Несколько ваших сотрудников не могут найти комнату отдыха. Вот. А теперь самое интересное. У нас, по-моему, для сотрудников вообще здесь ничего не построено. То есть, понимаете, чувак тупо хочет нажиться на зоопарке. Ему вообще плевать на всех. Не удается найти доступную комнату. Постройки. Ну, вы видите, что у нас с постройками? Согласитесь, как-то, ну, очень мало места для персонала. То есть, вообще, чувак не думает. Чувак думает только о том, чтобы... Подождите, а где моя девочка? Вот моя хорошая. Стоп. Мы же здесь с вами совершенно забыли, собственно, для посетителей. Подожди. Во-первых, я хочу посмотреть, что тут с нашей антил... Да ладно. Тебе все нравится? Ландшафт. Ну, согласна. Высокая трава. Не хватает высокой травы. Давайте займемся ландшафтом. Нам же здесь нужны ящичи для пожертвования всего. Высокая травка. Давай ты будешь у нас спать на высокой травке. Мне кажется, тебе понравится. Земля. Земля. Земля, земля, земля. Рыхлая земля. Ну, надеюсь, тебе так понравится. Вот на такой вот земельке. Ну-ка, есть. И еще песка многовато. Предлагаю, наверное, низкой немножко этой самой травки. Так. И что мы еще можем добавить? Камень. Ну, можно немножко камня. Так-с. Вот в этой части. Ну, как тут? Земля. Земли маловато. Давайте больше земли. Вот в этой части. Есть. Все. Смотрите, здесь все перфект. Я думаю, нам не хватает еще одной антилопы. Смотрите, у этой, в принципе, все окей. Иммунитет такой слабенький, но в целом... Алубайо. Наш просто доволен. Хорошо. Давай смотреть, что у нас есть из объектов. Что нам тут не хватает? Ну, во-первых, конечно же, нам не хватает объекта для посетителей. Пожертвования раз. Пожертвования, наверное, два. Нам нужна информация. Информационные стенды. Громкоговорители. Стенд о вольере. Ножки нет. Мне только ножки не нужны. Уже хватит. Мы уже с этими ножками запарились. Так, поставим, наверное, первый стенд здесь. Как раз идеально. И еще один стенд... Так, подожди. Давайте я как-то размещу... Ну, наверное, вот здесь, мне кажется. Тут как бы два сразу же подхода. Так, тут вроде бы с электричеством все гуд. Тут у нас ньяло. Раз. Смотрите, и даже не перевернуто удивительно. А то я уже привыкла, что у нас всегда все переворачивается. Два. Есть. Ну и теперь, наверное, нам что нужно? Обучающий громкоговоритель. Предлагаю один разместить вот тут на поручне. Так. Опа. Готово. И один разместим здесь. Они вроде бы не конфликтуют друг с другом, поэтому... Что выбираем? Ньяло. Раз. Ля-ля-ля-ля-ля. Я бы хотела еще одну, наверное, ньяло взять. Но мне как-то грустно смотреть на животных, которые у нас в грустном таком вот одиночестве живут. Знаете, что нам здесь еще не хватает? Нам, конечно же, не хватает объекта для посетителей. Банкомат, я думаю, не надо здесь размещать. Мне кажется, мы здесь можем добавить какие-нибудь сидушки. Так. Скоро спарится. Фух. Я уже начинаю переживать, что у нас где появляется. Так. Сыновес. Сыновес для пикника. Предлагаю, может быть... Кстати, можно было бы где-нибудь здесь разместить, наверное, скамеечки. Начнем со скамеечек. Какие у нас тут вообще скамейки стоят? Есть ли у нас тут скамейки? Или у нас, как обычно, ни о ком никто не думает? Произвела потомство. Дровосек Титан произвел потомство. Прекрасно. Несколько скамеек. Так, а что, здесь у нас нельзя, да? Есть. Можно. Не надо меня так пугать. Ну, ставься же скамейкой. Ну, что, тебе не нравится? Слушайте, у нас какие-то скамейки странные. Я пока думаю, что делать с трубкозубом, потому что... Вы видите, у нас... А, блин, у нас не те скамейки. У нас, получается, скамеечки вот эти. Ладно, продадим. Избавимся от скамеек. Удаляем, удаляем. Это все удалили. Хорошо. Вот этот новый свет у нас, да? Да. Придется такую ставить. Окей. Нет, подожди, не вот эту. А, дырчатая. Хорошо. У нас пока что из животных проблемы только с трубкозубом. Трубкозубом. А с этим мы сейчас быстро... Так, тут они красные все. Вот тут, кстати, можно поставить скамеечку. Люди, типа, сидят, отдыхают, могут на животных посмотреть. Так, ну и давай вот здесь. Вроде бы с освещением у нас тоже проблем нет. Ну, спиной к животным я бы не хотела размещать. Вот здесь поставим. То есть люди могут сидеть и смотреть на наших животных. Вроде бы все окей. С водой все окей. Предлагаю побольше мусорников. А то они здесь намусорят. Вы же видите, у нас с грязью огромнейшие проблемы в этом зоопарке. Я вам говорю, это чисто... Вот этот зоопарк чисто такой вот коммерческий получился. Инспектор через 19 месяцев. Я за него очень рада. Молодец. Что у нашего слоника? Давайте посмотрим вообще у него как там поубирали. Я вроде бы назначила сюда. У нас должны здесь ходить уборщики. Ну, вроде бы почище стало, согласитесь. Слоник, как у тебя делишки? Давай посмотрим. Ох, питание! Слушайте, так нам нужно для всех вольеры сейчас пересмотреть. Так, слоник. Мой хороший слоник. Африканский слон. Да нет, не африканский буйвол, а африканский слон. Значит, что мы можем добавить? У нас есть кегля. Кегля, тебе надо кеглю. Кегля-тыгля. Ну, давай, у тебя будет кегля. Значит, он у нас голодный. Кормушка-бочка. Кормушку-бочку вы видите? Нет, я не вижу. Пусть будет у слоника кормушка-бочку. У нас, кстати, по-моему, только один слоник. Большая неподвижная кормушка. Понимаете? У нас, как в прошлый раз с гепардами, у нас никто не кормил наших животных. Почему-то была большая с этим проблема. Поэтому я думаю, что мы жать ничего не будем. Корыто для еды большое. У него вообще... Подождите, еды нет? Это что? Это вот эта корыто маленькая для слона? Маленькая корыто? Серьезно. Как-то, ребята, вы прям меня удивляете. Почему у нас один слоник здесь? Это как-то странно. Вольер. Давай посмотрим, что тебе не нравится. Низкой травы не хватает. Ну, абсолютный пофигист делал этот самый... Занимался слоником. Земельки не хватает. Рыхлая земля. Давай вот мы тебя вот тут как-то возле водички разместим. Так. Произвела потомство. Хорошо. Давай вот так вот тебе земельки. Тебе понравится? И песка здесь как-то многовато, я так понимаю. Вот, смотрите. Перфект. Здесь у нас сосна Гималай... Зачем ему гималайская сосна? Я боюсь спросить. А где у нас эта гималайская сосна? Слушайте, а здесь сосна это? Сосна. Сосна, где ты? Хорошо. Давай искать эту сосну. Природа. Ты же у нас вроде не гималайская сосна, не? Каштановая акация. Осипь по имени Сильвия умерла. В смысле? Подожди, только что произвела потомство, уже умерла? А это, по-моему, дровосеки, если я не ошибаюсь. Это тот самый, по-моему, это жук, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, ребят, поэтому сори. Сразу же сори. Долгополучие. Питание. Серьезные проблемы с питанием. Будут драться из-за неправильного соотношения полов. Породавочник? А сколько тут кого у нас вообще? У нескольких не... Да ладно, серьезно? У нескольких животных низкий уровень. Блин, как за всеми успеть уследить-то? Надо им всем повключать вот эти все. Они очень любят наши животные, когда у них украшенные вольеры. Опять, наверное, с температурой что-то нет. Слушайте, а с чем проблемы? 50 долларов в год. Социальные. Так нам нужно купить еще одного, да? У нас сейчас кто есть? У нас, получается, сейчас есть только один. Вызов смотрите. Или нет, пока не будем вызывать. Ну, смотрите, кому-то нравится, кому-то не очень. Давайте посмотрим. У нас есть вообще в продаже дровосеки? Рынок животных. А нас интересуют хранилища, истории обмена? Нет, нас вот эти интересуют. Дровосеки, дровосеки. Обыкновенная игуана. Где наши дровосеки? Так, ящерицы фу, тараканы. Я думаю, что тараканов мы точно здесь покупать не будем. Шумящие, хрипящие, кричащие. Чувствую, что мне будет проще сейчас так поискать. Либо же их вообще нет. Да ладно, что нет? Серьезно? А ну подожди, все виды. Дровосек титан. Дровосеков титанов-то нет. Че делать? Люди, че делать? Беда у нас. Тут как бы нет дровосеков. Придется ждать, ребят. Как вы знаете, у нас обновляется периодически магазин, и они появляются. Так, слоня. Слоня, что с тобой не так? Ну, я вижу, что у тебя с вольером. Вольер, тебе не очень нравится. Ты голодный. Вся проблема, вся беда. Именно что в голоде. Мало. У нас мало взрослых. У нас получается только один слоник на весь зоопарк. И я думаю, что мы будем сейчас с вами покупать, собственно, слоника. У нас есть только девочка. А, кстати, как у нас тут слоны вообще? Уживаются друг с другом? Не уживаются трубка зубов? Очень много. Так, слоники. Африканский, блин, ребята, нету слоников. Понимаете, в чем беда? Бородавочник. А, нет, есть мальчик один. Слушай, я тебя могу так сравнить. Партнер зоопедия. Мы можем... Ты уживешься с девчонкой же, да? 3,5-3,15. Все, берем этого слоника. Сколько ты там стоишь? Только, пожалуйста, недорого давай. Да не надо мне трубкозубров. Трубкозубов. Так, с африканский... Куда ты делся, слон? Вот он. 800 ш... Блин, мне не хватает. Мы не можем с вами слоника купить. Это капец какой-то. Нам придется... Слушайте, наверное, кого-то из бородавочников мы можем отпустить. Так, у нас есть мальчик. Раз. У нас есть мальчик. Два. У нас есть два мальчика. Нам, в принципе, одного мальчика, я думаю, должно хватать. А что, у нас тут только два пацана, что ли? Подождите, кто вообще набирал этот зоопарк? У нас есть два мальчика и одна девочка. Смотрите, три года. Я предлагаю подросток, подростки. У нас есть только подростки. Может быть, нам выпустить с вами одного? Потому что мы просто отпустить на волю, либо отправить с андрома. Давайте отпустим. Мне кажется, что надо отпускать, потому что вы видите, что у нас не уживаются все животные. Экспозиция, низкий уровень. Значит, давайте пробежимся по всем животным. Кто у нас здесь? У нас, наверное, проще вот тут пробегаться. Окей, значит, два бородавочника. У нас очень много... Кто это вообще такие? А, дровосек. Сколько у нас? Подождите, сколько дровосеков-титанов? Это... Это... Это где их такое количество? Кто зачем напихал столько дровосеков-титанов? Это ж прям очень много. У наших обезьян, ну, так себе. Зато все прекрасно у ньялы. Все прекрасно у анаконды. Так, вот ты, мои хорошие. Пятнистая гиена. Одна девочка. Пятнистая гиена. Давайте купим еще одну пятнистую гиену. Сейчас только я хочу найти нашу пятнистую гиену здесь. Бубочка, ты где? Пятнистая гиена. Слушайте, я ее не вижу. Беда. Беда. Животные будут драться. Кто у нас будет драться? Опять эти самые трубка... Трубкозубы. Они вроде пока у нас не дерутся, нет? Не деретесь, не деретесь. Хорошо. Давайте тогда пятнистую гиену прикупим. Все-таки наши животные должны жить... Хотя бы парами. Пятнистая гиена. У нас есть, насколько я помню, только девочка. Блин, у нас оно все дорого стоит. Отпустить на волю ее нельзя. Хорошо. Значит, у нас как тут? Пятнистая гиена девочка, да? Если я не ошибаюсь, да. Пятнистая гиена девочка. У нее все очень плохо. Кстати, вот мы ее сейчас можем найти. Ну, покажитесь. Покажите мне пятнистую. Я что-то ее вообще не вижу. Слушайте. Куда-то она у нас спряталась. А, вот совсем она у нас туда ушла. Обалдеть. Слушай, ты что, сквозь этот самый прошла? Что у тебя не так? Все плохо. Социально. Я же говорю, социально очень плохо. Плюс обогащение. Поэтому давайте возьмем мальчика. Мы сделаем такой вот подарок нашей пятнистой гиене. Пя-пя-пя-пятнистая гиена. Мальчик у нас как раз есть. Семьсот тридцать пять. А вот у нас есть золотистый. Блин, ну это дорого. Тысячу двести. А что у тебя вообще? Иммунитет такой себе. Размер. Так. Ну, мне кажется, что вот этого возьмем, да? Давай возьмем. Вы принимаете. Давайте. Тысячу двести. Блин. У нас мало. У нас мало этого самого. В центре. Я бы хотела, знаете, куда? Быстрая сделка. Так. Отправить в зоопарк. Давай мы тебя сейчас, знаешь, куда отправим? Я бы хотела отправить это у нас что? Нет, не к жирафам. Карантинную зону. У нас с вами опыт большой с заболевшими животными. Давайте посмотрим, что мы пока что можем для гиены нашей сделать. Обогащение среды. Значит, природа, вольер. Нас интересует. Митингуют они там, ругаются. Так, свойства. Кстати, подождите, мы, по-моему, нашему салоннику что-то не то здесь добавили. А может быть и то добавляли. Нет, вроде бы все то добавили. Кушает. Хорошо. Значит, мне нужен вид пятнистая гиена. Пятнистая гиена. Пятнистая гиена. Что я тебе могу, моя хорошая, подарить, чтобы ты радовалась? Тебе хочется... Давай, ну, мячик у тебя есть. Понимаешь? Обогащение. Снежный шар. Может тебе снежный шар больше понравится. У тебя есть место для сна. У тебя есть еда. Кстати, а как там вообще наши ветеринары? Они что-то очень слабо работают. Так. Земли много. Низкой травы мало. Вот сейчас займемся этим всем. Давайте травку добавим. Вот. Во-во-во-во. Прекрасно. Смотри, вот. Я надеюсь, что теперь тебе все понравится. С этим проблем нет. Размер вольера маловат. Маловат размер вольера. Но нам придется захватывать большие площади. Это что у нас вообще такое? Где у нас... Только что нам, по-моему, показали. Линея. И асаи. Тебе вот эта пальма не нравится? Серьезно? Я думала, тебе она понравится. Хорошо, давай продадим. Скоро спарится бородавочник. Ну, это хорошо. Убираю. Все-все-все. Не переживай. Так. Кокосовая пальма. Ну, я думаю, что мы можем с вами еще посмотреть, что можно добавить для нашего биомы. А что тебе вообще нравится, моя хорошая? Что ты вообще хочешь увидеть? Угощение среды, но соу-соу. Африка. Африка и у нас луга. Африканские луга. Континент. Африка. Прекрасно. Так. Каштановая акация. Ну, давайте одну каштановую акацию здесь размещу. Все-таки наши животные, вы же понимаете, не испуг... Ну, как, не то чтобы испугливых, но... Им все-таки хочется жить в более-менее привычной для них среде обитания. А размещать мы взяли откуда-то из природы, скорее всего. Вряд ли у нас наши гены здесь родились в зоопарке. Вот те цветочки, мои хорошие. И вот какая-то травка тебе. Травка-муравка. Вот здесь мы можем тоже ее добавить. Только чуть-чуть ее развернем. Оп. И вот здесь. Смотрите. Тыц. Нет, вот так лучше. Вот, смотрите. У них такие вот заросли. Что у нас еще? Скоро спарится трубка зуб. Хорошо. Буду драться. Но пока что они у нас не дерутся. Кто у нас митингует? Со слониками? Ребят, с радостью куплю... Нет. Слушайте, а где эти митингующие? Вроде бы здесь я никого не вижу. Они у нас тут в магазинах стоят. Здесь наши комнаты работают. Прошел карантин. Готовы к дальнейшему перемещению. Прекрасно. Давай мы тебя... Я уже готова тебя перемещать. Сейчас наша подружка получит себе другую. Вот, сюда. Пятнистая гена. Можно тебя? Перевозка запланирована. Смотрите, сейчас будет радость встречи. Откройте меню. Да ладно, наконец-то у нас хоть что-то завершилось. Зеброчки. Что у нас есть для зеброчек? А может, не для зеброчек, а может, для слоников. Слониками нет, кстати. У слоников более-менее. Давай посмотрим, что у нас появилось, может быть, для зебр. Убираем тебя. Вид, зебра. Зебра. Где наши зебры? Вот. Что у нас интересно? Ну, в принципе, это все у нас и так было. Кормушка-мяч. Давай мы тебе кормушку-мяч одну разместим. Пусть играют, пусть смотрят. Ну, смотрите, денежки у нас вроде растут. 700 посетителей. Вот упало количество посетителей. Это плохо. Да, ребят, пришлось мне срочно строить новый вольер для гиен. Потому что только-только к нам приехала новая гиена. Я запустила ее вольер. И оказалось, что нашим гиенам катастрофически мало места для двоих. Поэтому теперь на вот этом острове у нас будет вольер вроде бы побольше для наших гиен. Я сейчас быстренько переселю нашу девчонку. Сюда мы переселим нашу гиену. А вот в ее, например, вот этот вот вольер мы можем переселить, например, ну кого? Нет, слоника нет. Может быть, мы наших трубкозубов можем расселить. И мне кажется, будет все very-very good. Значит, что мне нужно для наших гиен? Давай смотреть. Ги-ги-ги-ги-ги вид гиены. Здесь очень много, конечно, проблем с нашими животными. Это просто какой-то ужас. Им катастрофически не хватает места. И знаете, в чем еще беда? Мы не можем в этом сценарии менять рельеф. То есть вот как оно здесь есть, я думаю, я тут немножко расширю этот остров. Ага. Мечтать не вредно, как говорится. Вредно не мечтать. Значит, что мы добавим? Деревянное укрытие. Ну, давай разместим, наверное, деревянное укрытие. Пусть пока что вот уточки оно у нас будет в уголочке. Надеюсь, никто никого здесь напрягать не будет. Давай поставим колонку с водой вот здесь. И я предлагаю тогда, ну, мячик раз. Здесь мячик. Вольерное спальное место нам не нужно. Поднос для еды большой. Вот тут можем его разместить. Надеюсь, что проблем не будет. Фонтань. Тан-тан-тан. Фонтан-тан. Фонтанчик давай здесь. Пусть у них будет фонтанчик. Все, вроде бы. Блин, мы потратили деньги на гиену. И в итоге мы ее потеряли. Это просто какой-то ужас. Значит, отправляемся к нашим гиенам. Блин, так грустно. Слушайте, ну это какой-то зоопарк боли. Это зоопарк боли и издевательств. Так, дорогая моя, я тебя перемещаю. Переместить. Надеюсь, наши гиены не умеют лазить по заборам. Потому что если умеют, то это плохо. Перевозка запланирована. Все, поехали. Мне кажется, что этот вольер должен понравиться нашей гиене. Просто понимаете, если еще больше вольер, то я не знаю, где мы возьмем место. Нам, кстати, вот в этой части можно разместить какой-нибудь, например, магазинчик. Что у нас тут есть интересное? Классика. Дом смотрителя нет. Туалет нет. Служебный. Слушай, а что, у нас вообще нет ничего для посетителей? А, это служебный, тихо-то я смотрю, нет туда что-то у нас. Лавка с едой, с напитками, магазин сувениров. Так, с магазин, магазин большой. Слушай, ну может быть, стритфокс. Нет, кофе, мне кажется, не так интересно. Вода, информационный стенд, содовая. Что может быть интересно? Балуни, этот самый, блунс, луни-блунс, пицца. Just a momento, хот-доги, айс-крим. Давайте, может быть, мороженку разместим. А что, собственно, не мороженку? Пусть будет мороженка. Вот здесь мороженое, можете прийти покушать. Какой-то стрёмный звук у нас появился. Куда ты пошёл? В смысле, куда ты пошёл? Подожди, а что закрыто? А, нет, нет электроэнергии. Точно, давайте тогда разместим быстренько сейчас. Не туда. Нам нужна электроэнергия. Инфраструктура. Значит, я предлагаю разместить. Ну, куда ты? А, у нас, подождите, у нас тут нет. Блин, я-то думала, что у нас здесь будет этот самый. Я надеялась, что у нас здесь будет, наши солнечные будут панели. А у нас их нет. Можно их как-то нет выйти? Где нам? Вот здесь может разместить. Но я боюсь, что сюда у нас никто не сможет добраться из нашего персонала. Знаете, строить здесь какие-то домики, это просто жесть какая-то. С одной стороны, конечно, круто, что мы можем размещать как угодно, под каким хотим углом. Но, с другой стороны, это трудновато. Обычно на один такой домик уходит минут 10, может быть, даже 15. Значит, смотрите, раз у нас тут очень много площади, мы можем, например, добавить скамейки для пикника. Во-первых, я хочу парочку вот таких скамеек. Так. Вот здесь. И, наверное, вот здесь, в тенечке дерева. Также нам нужно обязательно добавить мусорки. Мусорки. Ну, вот эти добавим, вроде бы мы их видели. Обязательно мусорные корзины, потому что мы знаем, у нас тут свинюшки иногда ходят. И нам нужно что? Давайте вот такую вот одну скамеечку поставим. Вот здесь разместим скамеечки. И давай-ка, наверное, вот так вот развернем. Вот здесь. Мне кажется, уже симпатично. Камеру наблюдения нам, наверное, добавлять пока что не надо. Хотя посмотрим. Если у нас тут будут какие-то ходить странные товарищи, то, конечно, тоже добавим. Вот теперь интересно, что у нас тут с... Блин, а вот тут-то, понимаете, электроэнергии-то и не хватит. Поэтому, в любом случае, сейчас будем расширять, наверное, наш... Здесь где-то генератор размещать, потому что без электроэнергии... Вы же понимаете, кому нужны будут вот эти вот стенды. Так, давай вот сюда. Оп. И, наверное, здесь еще один стенд. Блин, 14 тысяч. Нет, потихонечку у нас наши доходы растут. Но одно дело растут потихонечку, а другое дело они растут хорошо. Три животных у нас проблемных. Но мы сейчас это все решим, не переживайте. Раз, два, три. Да я вижу, что нам не хватает электроэнергии. Вижу, вижу, спасибо. Так, смотрим нашу карту. Электроэнергия. У нас, получается... Вот это вот нам надо. Видите, часть, получается, как бы попадает, а часть нет. Нет, пришлось вот в этих деревьях спрятать трансформатор, потому что его нигде невозможно разместить. Сюда, видите ли, дорожка не спускалась. Здесь как-то тоже он не хотел размещаться. Ну, места мало. Поэтому пришлось спрятать его там за деревьями. Будем надеяться, что наши посетители не обратят внимание на то, что у нас спрятан там трансформатор. Давайте добавим информацию, о ком, собственно, у нас тут идет речь. Так, все? Нормально? Надеюсь, что ты уже довольна, моя хорошая. А ну, давай смотреть. Да? Да ладно? Обогащение среды, правда, так... А, порасти, пожалуйста. Не хватает, конечно же, низкой дровы. Ну, сейчас мы сначала все это сделаем. Вы же понимаете, сразу же было бы как-то странно, если бы мы угадали. Так, вот как тебе с низкой травкой? Так получше? Мандрил скоро спарится. Значит, туда мы можем трубозубов переместить. Земельки не хватает, да? Хорошо. Давай вот здесь земельку. Надеюсь, сюда сейчас люди будут подходить вот так. Ну. Смотрите, здесь все просто, просто идеально. Большой мяч. Фонтанчик, люди, мне нравится большой мяч и фонтанчик. Печаль какая. Мне кажется, все равно, вот взрослые особи. Давайте посмотрим, сколько лет нашей... Так, сколько тебе? 4 и 5 лет. Ладно, друзья мои, давайте попробуем дубль 2. Еще одного возьмем, товарищи. О, у нас уже что-то с зеброчками. Ну, у зебр, в принципе, по-моему, сейчас... Так, у нас тут проблемы будут драться. Трубкозубов сейчас переместим. А тут в разбитой К3 обнаружено зараженное животное. Ведь или наружу вызвано? Это хорошо. Активное заболевание. Так, давай мы тебя бросим вот сюда, потому что раз у нас заболевания появились, то это, конечно, не айс. Давай смотреть, что мы можем сейчас прикупить. Нам нужно прикупить с вами гиену. Гиена, 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 гиена. Где наша пятнистая гиена? Нам нужен мальчик 5 лет. 735. Давайте возьмем, наверное, срок жизни. Ага, срок жизни не айс у него. 4,4. Тоже срок жизни такой себе 7. Размер небольшой. Не, я думаю, что это будет очень маленький. 7. Остальные нас не устраивают. Может быть, вот тебя вот возьмем? Ну, срок жизни. Помните, у нас с фертильностью тоже были проблемы, но на самом деле потом вообще все было very good. Иммунитет зато. Давай примем. Значит, мы отправляем в зоопарк, но мы отправим сейчас в карантинную зону. Надеюсь, что нам хватит места. Скоро спарится, это здорово. Карантинная зона малая. Есть. Все, взяли. Переходим. И теперь я хочу наших трубкозубов переместить. Раз им тут мало места. Раз они у нас тут капризничают и скандалят. Значит, давайте возьмем девочку и мальчика. У нас есть мальчик, у нас есть девочка, потом у нас еще девочка и у нас есть еще девочка. То есть у нас тут много девочек. Давайте, наверное, возьмем девочку раз переместить. Где у нас тут пустой вольер, да? Ты же у нас пустоешь? Да. Вот это у нас уже пустой вольер. Переместим сюда девочку. И мне кажется, можем взять потом еще мальчика. Ну, сейчас посмотрим. Переместим пока что одну. Так, что у нас здесь? Жизни угрожает опасная болезнь. Так я же как бы уже ветеринара вызвала. Еще раз давайте вызовем, потому что я так понимаю, что у нас не все бегают зараженные. Слоник мой хороший. Никто за тобой не ухаживает. Ну, как так можно? Значит, трубкозубов. Мы их уже расселяем, ничего страшного. Все будет окей, все будет very good. Что у нас здесь еще происходит? Опять что-то не так с нашими... У нас почему-то очень много вот этих наших... Как вас там? Дровосеков-титанов. У нас очень их много. Давайте, может быть, хоть кого-нибудь да выпустим. То как-то, ну, странно, что у нас так много животных, этих дровосеков. Такое ощущение, что у нас только на дровосеках все держится. Причем я предлагаю... Давайте по возрасту пробел. Они у нас все маленькие. Дровосек, дровосек. Давайте, наверное, вот этих постарше выпустим. 0,7. Отпустить на волю. Ну, отпустим. Ну, вы же видите, нам толком-то оно ничего не дает. Это мы так их просто отпускаем, потому что у нас очень их много. Отпустить на волю. Вот. У нас очень много этих дровосеков. Ну, нельзя так много дровосеков заводить. А, кстати, как у нас тут у этих дровосеков вообще? Нет, не по имени, не по виду давайте. У нас кого больше? Девочек, мальчиков? Да, примерно, я смотрю, одинаково, да? Ну, хорошо, давай еще одного отпустить на волю. Вот, вы посмотрите, им сразу же становится лучше. Торговля животными. Ну, и давайте еще одного. Девочку давайте одну. Так, 0,0 только родилась. Нет, мы отпускать не будем. Давай вот тебя, 0,7. Вот, смотрите, им вообще тут просто... Просто лучше будет. Вот. Что у них, кстати, здесь? Вот здесь все в порядке. Вот, уже лучше. Я надеюсь, что кто-нибудь занимается нашим слоником. Слишком грязно. А куда смотрят наши, мне интересно, уборщики? Куда они смотрят? Чем они занимаются? Мне кажется, с водой беда, ребята. Вода какая-то такая себе. Абсолютно. Где наши уборщики? Зебра слишком грязного возникновения. Самое странное, что мы не можем вызвать этого самого. Почему-то мы не можем вызвать уборщика. Вот это для меня лично странно, например. То есть, смотрителя можно... Давайте вызовем смотрителя. Может, он посмотрит такой, типа... О, уборщика надо вызвать. Инспектор через 12 месяцев. Но я за него рада. Зебра. Слишком грязно. А у нас, кстати, я назначала уборщика для зебры. И где он? И где наш уборщик? Ты моя хорошая. Можно я сама, может, как-то руками поубираю? Я не знаю. Ну, блин. Я бы уже, наверное, 10 раз тут все поубирала. Ветеринара вроде бы не нужно. Так, 3 уведомления. Да, понятно. И все недовольные. Я вас прекрасно понимаю. Я бы сама была недовольной. Что у нас здесь? Зебра. Понятно. Так, с трубкозуб. А что у нас с трубкозубами? Смотрите, мы выселили одного. Давайте продадим. Мне кажется, одну из девочек можно продать. Я хочу посмотреть, что у нас вообще по зоопарку. Так, трубкозубы, трубкозубы. Вид. Трубкозубы. Все. Меня интересует трубкозуб. Значит, смотрите. У нас здесь 3 девочки. Я не знаю, зачем нам 3 девочки возраст. 3, 3. А, они у нас все одного возраста. Значит, где у нас эта трубкозуба? Давайте мы вот эту выпустим. Давай отпустить на волю. Вот. Ну, немножко получили. Значит, мы трубкозубы продали. И сейчас возьмем мальчика как раз к вот этой девчонке. У нас, мне кажется, как раз будет... Мы сейчас должны будем, правда, под трубкозубов здесь немножко переделать наш вольер. Но уже это будет получше, трубкозуб. Так. Сколько тебе 8 лет? Не, это много. 5. Я примерно хочу, чтобы у нас ровесники эти были, трубкозубы. 6. Вот, наверное, 5,9 будет неплохо, да? Размер, иммунитет. Ну. Давайте возьмем 3000. Много. Много. Ну, что поделать. Карантинная зона у нас как? Занята или уже не занята? Все? Прекрасно. Так, что у нас здесь? Прошло перемещение. О, готово, отлично. Просто перфект. Значит, мы теперь тебя можем взять. Ну-ка. Выбирайся давай, переместить. И я надеюсь, что сейчас уже никто ни с кем драться не будет. А то я тут психану, наверное. Перевозка запланирована. Прекрасно. А где, кстати, тут надо хоть какие-то растения добавить? Это у нас здесь очень пусто. Совершенно пусто. Что, тебе и так нравится? Луга и Африка. Давай посмотрим природу. Луга и нам нужна Африка, биом. Нет, биом как раз у нас выбран, континент. Африка. Ну-ка, давай мы тебе, смотри. Вот раз, хотя бы деревце. Два. Ну, у нас, у наших животных должны быть хоть какие-то деревья. Вы же понимаете, хоть какие-то растения, хоть где-нибудь должны быть. То как-то у нас совсем, насколько я знаю, гиены же не могут жить абсолютно без каких-либо растений. О, у нас тут еще и такое пышное дерево. Давайте вот как-нибудь вот, слушайте, я, наверное, в центре его добавлю, а то я боюсь, что они перелезут. Мандрил. У мандрилов еще проблемы. А нет, уже смотрите, проблемы сами собой решаются. Только ты собираешься перейти к его проблемам, он сам решает свои проблемы. Я вам говорю, мандрилы у нас самые, самые не мандрильные. Нет, я, по-моему, на это самое накаркала. Они начинают вредничать. Так, ну вот этот куст я хочу переместить. Давай мы, может быть, где-нибудь здесь кустик добавим. Ну, пока будем вот так вот размещать, будем смотреть по состоянию. Вот, принесли еще одного. Ну-ка, ну-ка, обрадуйте меня. Вы сейчас хоть драться не будете, хоть сейчас-то вам нравится? Ну, ребят, пообщайтесь хотя бы, новое животное. Скоро спарится, бородавочник. Обрадуйте меня, обрадуйте тетю Дашу, скажите, что все окей. Ну что, ты доволен? Вы хоть не будете сейчас ругаться? Пожалуйста. Давайте только без драк, потому что я сразу и буду блокировать эти драки. Я сейчас так посмотрю, чтобы у них не было каких-то проблем. Отряхнулся, молодец, красавец. Ветеринарное исследование завершено, отлично. Ну, надо все равно им позаниматься, раз у нас тут есть больные животные. У этих, кстати, все более-менее. Валерия слишком грязна. Как там наш слоник вообще? Блин, ребят, мне вода вообще не нравится здесь. Я бы слоник... О-о-о-о, хонюшки, слушайте, нам нужно срочно еще одного уборщика. Я думаю, что еще один уборщик нам точно не помешает. Сколько у нас? Пять человек? Ну, вы серьезно? Все, вроде бы вольер готов. Я, конечно же, убрала то, что принадлежало нашим гиенам. Тут были и кормушки, и поилки. И теперь, вроде бы, все должны быть довольны. Значит, для нашего слоника, я вам говорю, идеальное решение проблем для слоника. Ну, во-первых, поубирать здесь мусор. Ну, как здесь можно не убирать? Ну, и, конечно же, добавить еще одного слоника. Но пока что у нас только 204 листочка. Ну, собственно, маловато. У бородавочников, кстати, все very good. Насколько я вижу, вот, несут еще одного. Смотри, мой хороший. Ты такой симпатяга. Слушайте, такой милый. Я бы себе такого завела. Смотрите, какой милашный. Блин. Хочу себе трубкозуба. Я, наверное, каждого питомца себе завела. Вот серьезно. Вот всех, кто у нас здесь есть, все наши зоопарковские животные, это просто, ну, каждый миленький. Каждый хорошенький. О, прибежал. Ну, давайте познакомимся. Познакомьтесь, ребят, пожалуйста. Вроде бы для двоих, мне кажется, что этого вольера должно хватить. Пошел изучать. Пошел изучать окружающую среду. Значит, давай смотреть. У этих все нормально. Они тут у нас общаются. Все хорошо. Вот мне нравятся черепахи. У черепах вообще все зашибись. Просто зашибись. Поцелуйки будут? Поцелуйки черепашные, не? Ну, ой, смотрите, по-моему, почти поцеловались. Ну что, друзья мои, я думаю, что на этом мы с вами сейчас сделаем перерывчик. Серия у нас затянулась, растянулась. Опять у нас дровосеки размножаются. Все время размножаются наши дровосеки, но мы их можем отпускать потихонечку, полигонечку. И, в принципе, у нас все гуд. У зеброчек все в порядке. Вот наша хорошая зеброчка тут стоит. Ты что на меня так смотришь? Ты каким-то странным взглядом на меня смотришь, дорогая моя, не надо. У зебр все вроде бы более-менее. Наша слоновая черепаха скоро спарится. Мне нравится, что у жирафов. Тише воды, ниже травы. И вообще все прекрасно. У этих все хорошо. Да, у нас тут есть митингующие, и мы с ними разберемся. Не переживайте, все будет very good. Надеюсь, друзья мои, вам понравилась эта серия. Если хотите больше зоопарка, если вы хотите больше наших няшных животных, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, конечно же, нажимайте на колокольчик. Так, стоять. Мы совсем забыли. Перед тем, как нажать на колокольчик, нужно же, конечно, конечно, разместить для сбора пожертвований. Где наша пожертвовательная... Вот. Тыц. А то что это они ходят, смотрят на наших животных. А никто у нас, как бы, денежки не жертвует. Смотрите, они общаются. Вроде бы никаких проблем у наших ген нет. Ну что, друзья мои, до скорых встреч, хорошего настроения, добра, позитива. Так, все выбрано? Отлично. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok